Ну что ж, украинцам тем временем совсем не до туризма, война продолжается, и если украинцы ездят за границу, то в основном по медицинским или гуманитарным вопросам. И вот об этом дальше мы можем поговорить с Натальей Тулиновой. Это представитель Национального агентства гуманитарной помощи. Здравствуйте, Наталья. Наталья, приветствуем. Доброе утро, коллеги. Вот уже ходят легенды о том, насколько украинцы могут быстро самоорганизоваться для того, чтобы решать какие-то проблемы. И вот ваша организация, как я понимаю, тому очень хороший пример. Можете рассказать, чем вы занимаетесь? До войны мы занимались медицинскими проектами, сотрудничали с международными институциями, такими как ЮНИСЕФ, JIZ, в сфере модернизации и трансформации медицинских учреждений, потому что реформа была в разгаре. С первого дня войны, учитывая наши хорошие контакты с руководителями больниц, к нам начали поступать незамедлительно просьбы о помощи, потому что первые раненые были уже в этих больницах. И я обратилась к международной институции с просьбой организовать помощь незамедлительно, потому что на тот период времени определенные первые поставки были неорганизованы со стороны государственных институтов, таких, например, как медицинские закупки, медзакупивля. И на пятый день уже войны первые грузы пришли в Украину с Германии, Польши, Швейцарии, Британии и позже подключилась Америка. Уже на пятый день, уточню, благодаря помощи вашей организации. На пятый день. На пятый день к нам, да, уже пришли первые фуры. Это были не коробки, это были не автобусы, это были уже первые фуры. На пятый день к нам пришла первая фура, большая, из Германии. Потом Швейцария, Британия и Америка. На сегодняшний момент мы провели уже больше 250 адресных доставок в больницы. Это достаточно большие объемы. Мы работаем только с клиническими больницами, там, где осуществляется хирургическая помощь, стационарная помощь. Это работа с госпиталями, в которых сегодня значительно переполнены возможности госпиталей. Соотношение пациентов, на которые была рассчитана украинская система, к сожалению, она не выдерживает критики. Мы не были готовы к такому количеству раненых и к такому количеству травм, к такому количеству пациентов с ожогами. У нас нет такого количества даже ожоговых отделений. И на сегодня такая же работа ведется с перинатальными центрами, где достаточно большое количество пациентов сегодня пребывает с недоношенными детьми, глубоко недоношенными детьми и роддомами, где... Это удивительно звучит, но это большая правда. Пациенты в этих даже регионах, фронтовых областях остаются, не выезжают, не перемещаются, не эвакуируются. И эти роддома также нуждаются в том, чтобы обеспечивать, регулярно обеспечивать их хирургическими и другими наборами, необходимыми для родоразрешения. Наталья, конечно же, безусловно, гуманитарная помощь очень часто предоставляется на безоплатной основе западными партнерами украинскими, но... Украины имеется в виду. Но нередко приходится закупать конкретное оборудование под конкретные необходимости. Это колоссальные средства. Откуда вы брали деньги для того, чтобы это делать? Мы не закупаем медицинские препараты, мы не аккумулируем средства на закупки. Для этого не нужна отдельная лицензия или сертификация. Но мы для себя приняли решение, что наша миссия — это быть мостом между теми, кто готов предоставлять помощь, и теми, кто нуждается в ее получении. Таким образом, наша задача — это максимально оперативное, потому что в медицине время значительно бывает важнее, чем все остальное. Поэтому наша задача — максимально быстро скоординировать получение помощи, сопроводить груз через границу так быстро, насколько это возможно, с перечнем всех необходимых документов правильных, чтобы не обеспечивать, не дай бог, ее задержку. И после этого максимально в оперативном режиме доставить его до тех фронтовых городов, с которыми мы работаем. Сегодня это 12 областей, 10 из них находятся возле линии фронта. И две еще были тоже в фокусе нашего внимания. Это был Киев, Киевская область, когда Российская Федерация стояла максимально близко к границе. Сегодня там тоже проходит большое количество реабилитации нашей военной. Поэтому сегодня это 120 учреждений, которые получают эту помощь регулярно. Мы есть частью координационного штаба Министерства здравоохранения. У нас есть огромный склад в Ивано-Франковске, где, собственно, происходит сортировка этих необходимых госпитальных коробок. Потому что, как я еще раз сказала, это именно такая госпитальная группа. То есть это не аналгин и талинол, это именно и наркотическая группа препаратов, и анестезиологическая группа препаратов. То есть то, что спасает жизни людей, когда эти люди попадают на хирургический стол. Врачи – великие герои. Но без определенного инструментария обеспечить жизнь и качество жизни пациента иногда они просто не в силах. Наталья, а вот скажите, что чувствуете вы и как ваша команда переживает случаи, когда ценное оборудование, которое вы доставляете, например, на линию фронта, при фронтовые города, вот когда его уничтожают русские ракеты, русские захватчики, как это пережить? Я чувствую то же самое, что чувствует сегодня вся Украина. Это не касается только оборудования, это касается любых инфраструктурных объектов, когда мы видим, как они сегодня, простите, думаю еще на украинском языке, извините, когда они сегодня… Уничтожают. Руйную. Да, уничтожаются, уничтожаются. И, безусловно, это влияет на то, каким завтра может быть наш день и каким завтра будет будущее наших детей, потому что мы в один день можем лишаться каких-то доступов к электричеству, воде, свету и всему остальному. И это, безусловно, очень сильно влияет на то, как сегодня могут быть обеспечены люди самым необходимым. Что же касается медицинского оборудования или отобранных грузов, про которые я тоже слышала, в оккупированных городах. Увы, к сожалению, это большая правда. Я сегодня могу подтвердить такие кейсы, когда медицинское оборудование, отправленное в города, и было отобрано Российской Федерацией, это максимально дорогостоящие оборудования, такие как УЗИ-аппарат или ШБЛ-аппарат. Уточните, пожалуйста, когда это было и что именно отобрали, насколько это дорогое, потому что это важно. Это была Херсонская область, и отбирали большой достаточно груз, в котором были препараты как раз госпитальной группы, и в том числе это было оборудование, ШБЛ и УЗИ-аппараты. И никто не собирается сотрудничать с Российской Федерацией, и, безусловно, передать это дорогостоящие, жизненно важные оборудования и лекарства в руки российских солдат. Но это для нас как бы равносильно тому, что определенная часть наших пациентов его не получила, увы. Делайте большое дело. Наталья, а когда-нибудь задумывались, какому количеству людей вы спасли жизни, вы, ваши коллеги, спасли жизни с помощью вот того оборудования и медикаментов, которые поставляете? Я свято уверена, что спасают жизнь врачи. Я 20 лет работаю в медицине и точно понимаю, что интеллектом, трудом, силами и самодачей этих людей сегодня обеспечивается жизнь и спасение жизни многих пациентов. Мы лишь инструмент, который позволяет это быстрее наладить, наладить быстрее поставку так необходимого оборудования и жизненно важных лекарств. В людях я не измеряла, я могу измерять только в количестве медицинских учреждений, которые я тогда получила. Но если говорить про то, что это примерно около 1000 пациентов в месяц, и сегодня это 120 больниц, таким образом получается, что 12 тысяч пациентов получили так необходимую медицинскую помощь, в том числе с помощью тех необходимых лекарств и медикаментов, которые были обеспечены силами доноров, партнеров, которые доверяют нам, доверяют нам перевозку, потому что, безусловно, мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы обеспечить доставку любой палеты или любого груза, необходимо подготовить большое количество документов, необходимо быть частью доверия партнеров из других стран, которые не знают всей логистической цепочки, в Украине не знают, каким образом происходит отчетность и так далее. И здесь, конечно, наша тотальная отчетность, когда мы получаем груз, мы его видифицируем, когда мы его отправляем и получает его уже получатель, мы также сделаем фото-видео фиксацию, мы предоставляем все контакты всех получателей, главных врачей, для того, чтобы они могли быть перепроверены, если это потребуется, и могло быть установлен факт реального получения, чтобы наши партнеры продолжали доверять Украине, продолжали доверять украинским больницам и продолжали доверять украинским врачам, которые сегодня делают такое важное дело. Спасибо большое, Наталья. Делайте святое дело. Спасибо большое. Наталья Тулинова, Национальное агентство гуманитарной помощи.